На первый взгляд кажется, что на льду спортсмены на санках, в руках которых просто палки для отталкивания. И они вот-вот устроят гонки, кто быстрее от борта до борта. Но на самом деле это особенные хоккеисты, для которых придуман особый спорт – слэдж-хоккей. Кататься на коньках ребята не могут, поэтому и разработаны для них специальные сани, а также укороченные клюшки, которые используются и для отталкивания, и для забивания голов. Ну а в плане тренировок слэдж-хоккей почти ничем не отличается от классического, разве что скорость не такая высокая. В принципе это сильно не отличается, за исключением того, что меньше тренировок. Так, в принципе, процесс тренировок, упражнений все те же самые, что делали в детстве в моем, и сейчас ребятам дают. На днях слэдж-хоккею в Балакове исполняется один год, и ребята приходят к первому дню рождения с хорошими результатами. Были в Нижнем Новгороде, это самое грандиозное событие, наверное, для нас. Из семи команд заняли второе место, вот, то есть это для нас самое знаковое. Поездили в Ленинградскую область, были на турнире, раза два-три в Пензу ездили, и в Чебоксарах были на турнире. Сейчас в Балаковской команде 12 человек, но постоянно приходят и новенькие. Их приводят родители, которые хотят вовлечь ребенка в спорт. Конечно, первые занятия сложны, но потом ребята начинают буквально болеть хоккеем. Сначала он как бы не понял всего этого, но впоследствии его захватил азарт. Сейчас мы ходим на тренировки с удовольствием. Он стал более ответственный, у него появилось чувство команды, чего у нас раньше не было, чему мы очень рады. Есть в команде и своя звездочка Софья Попыкина. Она постоянный участник всех турниров, где хоккеистку отмечают как лучшего игрока. На самом деле много девочек в разных, ну, в других командах. Я думаю, для девочки в хоккей это очень круто. Друзей очень много появилось и в нашей команде, много друзей и из других команд. У нас довольно-таки много целей. Это, наверное, главная цель занять первое место на фестивале. Также, наверное, дивизион повыше подняться. Мы сейчас в пятом дивизионе хотим повыше дивизион подняться. Для того, чтобы у ребят были высокие результаты, им необходимы регулярные тренировки. Сейчас хоккеисты занимаются в Ледовом дворце и в зале спорткомплекса «Форум». И признаются, что одного часа льда не хватает. Большее количество тренировок родители просто не могут оплачивать, потому что это дорого. Но для ребят слэдж-хоккей – это больше, чем просто спорт. Поэтому давайте все вместе устроим им новогоднее чудо. Поддержим стремление особенных детей к занятиям спортом.